Дэйв Логан, Джон Кинг, Хэле Фишер Райт Лидер и племя Пять уровней корпоративной культуры Часть первая. Система, лидер племя Глава первая. Корпоративные племена Любая организация представляет собой конгломерат небольших сообществ. Если вы выросли в маленьком городке, подумайте о людях, которые там живут, или вспомните песню Дона Хенли «В каждом из нас есть частичка той самой деревушки». Дон Хенли известен российской аудиторией как автор и исполнитель знаменитой «Отель Калифорния» группы Eagles, цитируемая строчка из песни об ушедшем детстве «The End of Innocence». В той деревушке всегда есть свой деловой человек и свой шериф. Есть свой скандал на всю округу из-за школьного учителя и жены проповедника. Невозможно обойтись без сплетен о том, кто станет следующим мэром, кто уедет из города, как зарабатывает продавец в магазине, или какие ожидаются цены на зерно или на нефть. Есть своя школа, самый известный ученик которой, сын шерифа, устраивает вечеринки в выходные, пока отец в отъезде. Вот прихожане церкви и завсегдатые бара, свои холостяки и члены клуба книголюбов. Не обошлось без заклятых врагов и закадычных друзей. Местные болтуны и болтушки объяснят вам, почему пирушка в доме шерифа вначале казалась хорошей затеей и как жаль, что на ковре остались пятна от пива. В каждом таком сообществе живут очень разные люди. И вместе с тем сходств больше, чем отличий, а потому метафора неизменно остается уместной. О каком бы регионе ни шла речь, о Небраске, Нью-Йорке или Куала-Лумпуре. Мы называем подобные небольшие сообщества племенами. Они формируются столь естественно, будто являются частью нашего генетического кода. Племена в свое время помогли людям пережить ледниковый период, построить поселения, а затем и города. Птицы, как известно, сбиваются в стаи, рыбы ходят косяками, а люди живут племенами. Племя – это группа людей, в которую входит от 20 до 150 человек. Вот тест на принадлежность к племени. Вы, встретив человека племени на улице, остановитесь и скажете ему «Привет». «Телефоны членов вашего племени наверняка забиты в ваш сотовый, а адреса электронной почты в компьютер». Число 150 родилось в частности и из исследования Робина Данбора, ставшего популярным благодаря книге Малькольма Гладуэлла «Переломный момент». Когда численность подходит к этому значению, племя естественным образом распадается на два. Мы изучили различные корпоративные племена, среди которых были и перспективные менеджеры одной из крупнейших в мире финансовых компаний, и врачи, медсестры, административные сотрудники высокоуважаемой в США организации здравоохранения, и работники научно-исследовательского подразделения гигантской компании в области высоких технологий, и руководители ведущей фармацевтической фирмы, и слушатели Университета Южной Калифорнии, обучающейся по программе MBA. Корпоративные племена делают работу иногда очень большую, но формируются они не в силу рабочей необходимости. Племя, как базисная строительная ячейка, присутствует в любой человеческой деятельности, в том числе и в сфере зарабатывания на хлеб насущный. Поэтому племя оказывает на людей гораздо более сильное влияние, чем отдельные команды, вся компания и даже гениальный СЭО. Именно племена решают, будет ли успешным новый руководитель, или его уберут. И именно они определяют, какого качества работа будет выполнена. Одни племена требуют совершенства от каждого, и они постоянно развиваются, другие довольствуются лишь минимумом, чтобы не быть уволенными. Что или кто создает такую разницу в производительности? Ответ – вождь, лидер племени. Лидер концентрирует свои усилия на сплочении, или точнее, на развитии культуры племени. Если ему это удается, то племя признает его и отвечает ему лояльностью, порой граничащей с культом, готовностью трудиться изо всех сил и добиваться одного успеха за другим. Подразделения или компания, возглавляемые им, становятся для своей отрасли эталоном, начиная с производительности и прибыльности и заканчивая способностью удерживать лучшие кадры. Лидеры превращаются в настоящий магнит для талантов. Люди готовы работать даже за сравнительно небольшую заработную плату. Лидер племени поднимается по карьерной лестнице столь быстро, что вскоре молва начинает пророчить ему должность Сео. Все дается им с такой видимой легкостью, что люди не могут понять, как у них это получается. Многие лидеры племен не способны ответить, что именно они делают по-другому, не так, как все. Но когда вы дослушаете эту аудиокнигу, то сможете объяснить себе их успех и даже повторить его. Есть лидер племени, которого многие из нас знают по урокам истории. Это Джордж Вашингтон. Величайшим из его достижений является превращение тринадцати непохожих друг на друга колоний в единый народ. Если вдуматься, Вашингтон создал единую идентичность, по словам современников, вполне осязаемую, из нескольких связанных между собою групп сообщества зажиточных жителей Виргинии, члены Континентального Конгресса, законодательного органа будущих Соединенных Штатов Америки во время и после войны за независимость, офицерский корпус континентальной армии, американская армия в годы войны за независимость, организованная и возглавленная Джорджем Вашингтоном в 1775 году. Каждую из групп Вашингтон приводил к единению, обнажая их племенную принадлежность и побуждая говорить о том, что их объединяет, о любви к свободе, о ненависти к очередным королевским налогам и желании выиграть битву. По мере того, как ему удавалось сформулировать общую цель, они обретали сознание собственной миссии и начинали говорить на языке «мы великие». Благодаря блестящему уму Вашингтона понятия «человек» и «идея» стали синонимами. Вождь формирует племя, а племя призывает вождя. Они сотворят друг друга. Прежде чем двинемся далее, несколько слов о нашей методике. За последние 10 лет мы провели целую серию исследований, объектом которых стали 24 тысячи человек из более чем двух десятков организаций с офисами по всему земному шару. Все идеи, советы и принципы, изложенные в аудиокниге, родились в ходе именно этих исследований. Однако наиболее сильное впечатление на нас произвели и, надеемся, произведут и на Вас не статистические выкладки, а люди, с которыми довелось встретиться в ходе работы. Люди, которые живут по своим принципам и делают лучше жизнь миллионов своих служащих, клиентов и жителей их стран и сообществ. В итоге главными героями нашей аудиокниги стали именно те личности, которые восхитили нас. У нас есть излюбленная метафора. Самые популярные деловые книги похожи на избушки. В них уютно и тепло от огня в очаге. Они кажутся удобными и внушают оптимистические мысли. А стены увешаны снимками людей и памятных событий. Такие книги читаются с интересом. Описанное созвучно с вашим опытом, а потому производят впечатление истинности. Однако подобные избушки стоят на курьих ножках забавных историй. И если вернуться к ним лет через пятьдесят, то окажется, что многие уже рассыпались под давлением времени и смены экономических циклов. Да, там приятно, но они нуждаются в укреплении. Есть и другой тип книг. Они построены на статистических доказательствах. При чтении возникает ощущение, будто обходишь небоскреб, какие строили в семидесятых годах.